Ребятки, первое, что я начинаю делать, гости идут по чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Я делаю заготовку мясной, чтобы она промариновалась, просолилась, проперчилась. Но, скажем так, почему я делаю два вида? Это я сделаю, конечно же, подам на стол, но не все, потому что получилось их немало. Достала я два кусочка мяса и в одном кусочке я увидела такую часть, из которых делаются биточки отбивные. Они их называют по-разному, я их называю бивные, кто-то биточки, но дело не в том. Я постучала без вас их молоточком, очень тоненько разбила, вот такими вот прямо тонкими-тонкими кусочками. Теперь я их все посолю, поперчу и в тарелочку под целлофан положу для того, чтобы они хорошо просолились и получили порцию перчика. С обеих сторон вот так вот я их хорошо солю. Так же перчиком. Потом переворачиваю. Их у меня вот так вот получилось. Они маленькие, но их богатенько. Я, кстати, люблю маленькие. Такие, например, как ладошка я не люблю. А эти могут лежать на тарелочке и очень красиво смотреться. Правильно? Так, переворачиваю все и делаю то же самое. И перчик. А теперь я их складываю друг на дружку, и они еще между собой отдадут и перчик, и соль. Вот так вот раз, друг на дружку. И даже если какая-то часть где-то не посолилась или не попала туда перчик, они свое догонят в тарелке. Так, все, это готово. Накрываю пакетиком. И она стоит отдыхает. О, первая заготовка есть. Так, теперь досточку можно не мыть, поскольку я сейчас буду резать очень много лука. Ну, много, не мало, но вот такую и кучку. О, полотенце нам уже не надо. Я, когда стучала, всегда подкладываю полотенечко для того, чтобы, ну, меньше звук, что ли, был. Так, нож. И режу полукольцами лучок. Не мелко, такими хорошими кусочками. Лук прошлого года, этого года еще я не пользовалась им. Юля тоже дала, спасибо ей большое. Ну, буквально там 5-6 луковичек, но они же вкусные. Они, ммм, с этого года. Класс. Сочный лучок, вкусный. А это уже остатки. Готовить много не буду, потому что... Ну, то, что я готовлю, всегда хватает, слава богу. Я не знаю, как вы, но я всегда, ну, не знаю, думаю, не то чтобы переживаю, но, в принципе, планирую стол накрыть так, чтобы на любой вкус была пища. Например, я знаю, что кушает тот или иной гость. И поэтому... Ой, перец. И поэтому я так, соответственно, и готовлю. Много не нужно, а то, что любят дети, всегда приготовлю. Ой, 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 печет, печет, нос крутит. Ребята, буду чихать сейчас. И вот это у меня мясо стоит и ждет, чтобы его замариновали. Для этого мне нужна чуть-чуть мисочка побольше. Простите за такие маленькие уловочки, да. Итак, мясо порезано порционными кусочками, небольшими, вот такими. Потому что это же будет готовиться дома. Сначала я его хорошо посолю. Также перчик. Затем... Приправа к шашлыку. Чайную ложечку. Затем паприка. Ой, все такое ядреное. Ох, теперь мне нужна досточка для того, чтобы я порежу на вот такие части помидорки. Три штучки. Туда их. Плодоножку, видите, я не удаляю, потому что она не будет чувствоваться здесь. Объясню потом, почему. Так, все, еще одну доску я измазала, так скажем. Теперь паприку добавила, это добавила, это добавила, это добавила. Теперь я это хорошо-хорошо перемну, прям руками перемну. Помидор сейчас отдаст свой сок. Это будет кислиночка. Чтобы не добавлять уксус, ребят. Я не хочу уксуса, вот, поэтому и использовала три небольших помидорки. Все, вот так вот я его перемешала. Теперь добавляю лук и продолжаю делать то же самое. Но уже с луком. И оставляю на, вот сейчас у нас времени час. К четырем будут, вот за три часа, ну, за два, два с половиной, потому что его же еще надо приготовить. Будем готовить вместе с вами. Когда я делала Вите на день рождения такой рецептик, спрашивали гости, а где вы жарили шашлык? И я говорю, ну, дома, но умеючи. И у нас получилось так не хуже, чем на костре. Думаю, достаточно. Время от времени я буду его перемешивать, ребятки. И потом на язычок. Если я почувствую, что чуть-чуть мало соли, поскольку лук-то добавился, соли надо еще немного. Соль я добавлю еще в конце. Это уже будет, знаете как, крайняя ноточка. Слово крайнее я, ребята, употребляю в своей речи. Лишь только потому, что я не люблю слово последнее. Последнее будет последнее. А пока оно крайнее, потому что будет еще, еще, еще. Пока на этом все. Потом будем вместе с вами готовить и плюсовать. Итак, пришло время готовить шашлыки. Уже подходит время к четырем, поэтому я стараюсь все успеть. Ребятки, очень хорошо у меня прожарена сковорода. Разогрета, я имею в виду. И теперь я что сделаю? Я вам сейчас поясню, потому что это процесс долгий. Короче, я сначала вилочкой повынимаю все кусочки мяса и обжарю их. Переложу в отдельное блюдо или кастрюльку, тут не важно. Потом обжарю лучок отдельно. А затем соединю это все в сковороде и доведу до полной готовности. Почему я так делаю? Я хочу, чтобы мясо было с хрустящей корочкой. Если я вместе с луком сейчас положу вот эту всю массу на сковороду, то есть оно будет долго вариться, потому что оно будет сочным за счет лука. А если я обжарю отдельно мясо, то оно будет просто похоже на шашлычок. Для этого я взяла вилочку, мясо у меня рядом, и я выкладываю на сковороду по одному кусочку мяса. Лук оставляю на, значит, знаете что? Тут, наверное, лучше и щипчиками, и вилочкой. В общем, надо делать вот так, потому что вилка не цепляет мясо, оно же сырое. Лук оставляю в блюде, а мясо на сковородочку. И вот таким образом он действительно, каждый кусочек похож на кусочек шашлыка. Попробуйте. Это уже метод такой, он испробован. Себя он хорошо. Оп. Вот эти вот, они съемные, поэтому она у меня часто выпадает. Не обращайте внимания. Внимание! Кусочки небольшие, они прожарятся очень быстро. Лучок обязательно, если он попал на сковородку, я его убираю. Уходим разной конфигурации, петлики и тревоги, но ничего, она вся-вся прожарится. И вот так, последовательно, кусочек за кусочком, я обжарю и все вам покажу. Чуть-чуть похоже. Все, мои хорошие, я теперь горячее еще несу к столу и садимся ужинать. Картошечка молодая, со шкварочками, с луком и зеленью. Это просто жареный картофель, Тимофей сильно полюбляет. А это шашлычок. Просто прелесть. А это просто Степа. Все, мы ушли ужинать.